Ребята, всем привет, приветики! Начинаем наш новый влог. Сегодня у нас... сейчас я скажу какое число... секунду... 20... какой месяц? Мая. Сегодня у нас 20 мая, сейчас я оторву календарь, Ярослав пошел на тренировку, но уже возвращается с нее, потому что сегодня тренировки не будет. Я с относительно новым цветом волос, я вчера покрасилась, должен был быть ярко-красным видео у меня есть уже на канале, какой краской я красилась и вообще вкратце, да, до и после, но получился, я не знаю, даже что-то за цвет насыщенно, медный какой-то, непонятный, поэтому, не знаю, может быть, буду пользоваться оттеночными шампунями, чтобы поддерживать, я еще подумаю. Вот. План на неделю, единственное, что я точно знаю, мне надо будет поехать два раза в поликлинику, ну, это запланировано, так, и сходить, забрать, по-моему, два раза заказы, это точно, что нужно будет сделать на этой неделе, вот, ну, а все остальное уже по факту. Вот, так же сегодня начинается новый каталог, я решила для себя, что я в Фаберлик начну все с самого начала, в кавычках, да, то бишь с нуля, почему, потому что, ну, как-то хочется двигаться дальше, я застряла на одном месте, поэтому у нас в команде появилось новое, прям, обновленное обучение этого года, для партнеров команды, да, это бесплатно для нас все, материалов очень много, там, потихоньку меня уже начали сбрасывать, но их столько много, что надо изучать постепенно, поэтому мы с девочками скооперировались, да, с лидерами и с директором, и будем постепенно, как бы, заново все это проходить, то есть сделаем вид, как будто бы я вот только пришла на бизнес в Фаберлик, вот, поэтому, если тоже, кстати, кто-то хочет, кому-то интересна эта тема, напишите мне, напишите мне, вот, поэтому буду все-все-все обучение проходить заново, все, как бы, делать заново, то есть, потому что новая информация, нужно, как бы, знания тоже немножко освежить, чтобы двигаться дальше, вот, это тоже вот то, что точно, ну, и хендмейт, само собой, идеи у меня куча, ручки чешутся, повязать, мне это нравится, для меня это прям, вот, реально, прям, какая-то медитация, успокоение, потому что предыдущая неделя была не совсем спокойной, скажем так, поэтому и влог такой себе, ну, не будем об этом, что было, то было, вот, Ярик уже идет, Сынок, это ты? Да. Где ты? Я тебя не вижу, включи свет. Помаши ручкой. Все, ладно, буду готовить завтрак. Ну что, Ярославка собрался, пошел в школу, Я себе сделала прическу, а точнее, челку немного уложила, видите, он не красный, вот, на освещении, обычно, искусственное освещение хорошо дает свет, он рыжий, вот, такая, короче, у меня прическа, джинсы, и пойду сейчас в материк, хотя-то не строгая там необходимость, прям, не так важно, пойду больше, чтобы прогуляться, погода, потому что хорошая, прогуляться, подумать, немножко, как-то сказать, войти в баланс, не знаю, как это выразить словами, привести, короче, голову, мысли в порядок, ну, и заодно князю куплю паучи, потому что закончились, вот, ну, посмотрим, как еще этот цвет будет при дневном освещении, при искусственном, вот он какой, рыжий, а, и заказала, короче, я тонику еще на Валперес красного цвета, и на обратном пути, наверное, на Валперес еще зайдем, вот, так что все, пойду. Я вышла из дома, сейчас перейду в стоянку здесь, дорогу, я вышла из дома, иду в материк, ну, не то, что это прям устрая необходимость такая, сходить туда, мне надо коту корм купить, ну, и вообще посмотреть, что там есть, я уже давно не была, на улице начинается дождь, не успею я уже на пешеходной, скорее всего, но цвет волос не такой, чтобы красный, короче, он рыжий все-таки. Так, я уже пришла, и хочу посмотреть князю корм, хочу посмотреть вот этот кет, который был, вот он, так, для детей, состав у него хороший, вот, 42% получается, в остальных, по-моему, не написано там, просто 4%, короче, как везде, вот, на остальные тоже я уже все смотрела, хотела, думала, может быть, подороже взять, но там во всех не прописано, сколько чего, хотя, может, и здесь так, знаете, для вида, ну, буду верить, вот, возьму сейчас ему пару пачечек, пройдусь еще по цветам, посмотрю, что там есть, и зайду еще, посмотрю коробки, что почем, так, а вот этот, что у нас тут написано, так, я не вижу, где это, так, состав мяса и субпродукты, тоже 4% написано, все, сейчас что-нибудь выберу, я, короче, как всегда набрала, сейчас кучу всего, решила зайти еще в посуду посмотреть, не знаю, просто посмотреть, вот, вот такие тарелочки, мне так нравятся, вот такое вот я покупала, 4,85, вот, белые по 5, наверное, ведь тоже по 4, раньше вот такие есть, классные, в цветы я уже не ходила, думаю, буду долго вообще ходить, пойду сейчас еще посмотрю ложку, какой-нибудь типа силиконовой, я хочу в фикс-прайсе, когда я была, я не видела, там ложек таких не было, поэтому здесь построю, и зайду еще в пластиковые эти тары, посмотри, что там, там от Полесье, по-моему, где-то здесь я видела ложки, 9 рублей такая, вот, вот такого плана, она просто пластмассовая, да, не жаропрочная, наверное, 5 рублей, вот так, маленькие по 5,70, вот такие побольше, так, венчик, ложка тоже 5,70, ну, вот, наверное, которые жаропрочные, и вот, по-моему, подороже, вот такие 9,99 термостойкие, сейчас подумаю. Так, побылаю в материке, зашла еще в кафешку, и, может, сметану завтра куплю, не знаю, не хочется мне тогда в грошек идти, и так, что тут денег столько развела, так гремит гром, кстати, не слышно, наверное, вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть взяла, потом такие суммы называют, как будто я не знаю, что там брала, не имела еще что-то сверхъестественное, так, сейчас аккуратно мне надо выйти на дорогу, так, и будем надеяться, что пришел мой заказ на Валберес, чтобы сходить тоже сразу забрать, и потом уже не выходить по несколько раз, что там, бус тут не едет, черный, думала, сзади еще будет бус ехать, чтобы перейти здесь стоянку, вот, что все, сейчас посмотрю, пришел или на Валберес заказ, то, что уведомлений пока не было, но иногда нам подтормаживает, и пойду домой, буду продолжать работать, на улице так парит, будет, наверное, прям вообще гроза, гроза еще, вот, вообще хорошо, но душно, и опять не успеваю на светофор, да что ж такое, ну и не побегу, короче, вышли мы с князем погулять, вынесла его в одной переноске, все было мне под цвет, в итоге идем домой, купила ему переноску, ой, сейчас покажу, тяжелый такой, вот, где-то там, князь, короче, по акции, по акции была, там за 40 рублей, грубо говоря, потому что я смотрела на Валберес, и там, по сути, не факт, что будет хорошее качество, так, вообще не факт, что будет хорошее качество, потому что дешевые такие переноски, дешевую переноску я видела в светофоре, и она такая, расхлябистая, если можно так сказать, ну, то есть совсем-совсем тонкая, тонкая, как будто бы, вот, а у нас котик-то, извините меня, тяжелый мальчик, ой, его тяжело так нести в ней, но там можно еще приделать этот, сейчас, как его, на плечо, чтобы цеплялся, ремень, у меня от той переноски есть ремень, вот, поэтому я приделаю домой, пострю, ну, ему нравится, сейчас придем домой, я расскажу, как это все происходило, как мы в магазине, прям примеряли на него, что, вот такая у нас переноска, большая, пришла, открыла дверь, князь даже не хотел с нее выходить, ну, вот, пока я руки сходила, помыла туда-сюда, сидела, вот только сейчас вышла, хотела заснять, посмотреть, на сколько мы там места, но она гораздо удобнее чем-то, поэтому вот в поликлинику, на прививке съездить будет самое то, да, хорошо тебе там было, хорошо, вот, сейчас пойду разберу продукты, хочу сделать вкусняшки, нажарить, и все-таки постелю туда сейчас, наша подстилка, эта, наверное, будет велика, вот эта вот, которая, ну, сейчас посмотрим, попробую, оп, а, вот, все, я поняла, как снимаются дверцы, так, так, надо мне две руки, сейчас попробую снять, разобрала, еле сняла, вот, в принципе, как бы, здесь ему гораздо больше места, вот, чем в той, которая еще и сгибается, где там твои лапки, ну, еще, ну, я оставлю открытой, и посмотрю, до 6 килограмм, выдерживает, еле раскрыла ее, ну, и постелю что-нибудь, а, сейчас попробуем постелить, господи, куда это все положить, это, наверное, велика будет, прям очень, да, хотя, ну, у нас слишком жарко, ему будет лето, надо что-то будет другое, может, какое полотенечко придумать, князь, сиди и сядь, взлась, ну, скажи, будет тебе лежанка такая, тяжело нести, а, сейчас еще прикрепим, ремешок прикреплю, прикрепила я ремень, нашла, князь уже сам залез, сидит, ему все нравится, повернись, там люди не увидят, где вперед, где зад у тебя, ой, ой, уся ты, играется, в ней сидит. Короче, это для него как домик. Ого, что делать? Блин, тяжело. Тяжело. Балдеет. Все, отлично. Мальчик заценил, нравится ему все хорошо. Играет в ней. Решила я тут сделать что-то типа драников. Так. Ну, не драников. Картофельные котлетки, как заявлено в интернете. Короче, картошка, колбаска, сыр, яйцо, мука. И я от себя добавлю еще укроп и лучок. Вот. Это все, короче, перемешивается и жарится. Вот. Попробуем. Расскажу, потом покажу. Ну, что, наколотила я колотуху. Я картошку уже не отсаживала, скажем так. И первую партию положила. Наверное, слишком большой огонь дала. Короче, по 5 минут с каждой стороны. Крышку снимать только к окончанию жарки. Посмотрим, что получится. Дай Бог, будет вкусно. Что я могу сказать? Вы знаете, так вкусно получилось. Со сметаной, либо с кефирчиком. Я купила еще кефир с огурцом и с укропом. Вообще будет за милую душу. Либо со сметаной даже. Ну, действительно вкусно. Первое вот я попробовала. Я их потом еще в микроволновку типа пропарить. Поставлю на пару минут. Один попробовала. Вкусно. Отлично. Я их в микроволновке еще подпарила. Вот как это все дело выглядит. Ой, извиняюсь. Насмирк еще не пришел. Очень вкусно. Действительно очень вкусно. Я ем со сметаной. Ярик так ест. Короче, как я делала. Я взяла 2 средних и 1 большую картошину. Почистила. Потом я взяла примерно 100 грамм вареной колбасы. Мортаделла обычной. Можно брать ветчину. Я взяла 100 грамм сыра. Такой, да, чтобы плавился. Одно яйцо. Полторы ложки столовых муки. Перец, соль, специи, приправы. Лук зеленый. Перья. И укроп. Все это перемешала и пожарила. Короче, с каждой стороны по 5 минут при закрытой крышке. И потом, когда дело близится уже к окончанию жарки, с открытой крышкой. И я еще, чтобы наверняка в микроволновку поставила на самую низкую мощность, где-то на 4 минуты. Очень вкусно, правда. Так что пробуйте. Еще поделала я еду. Думаю, надо прибрать немного в комнате. Тураскирдаш. И думаю, где мой котик? Прохожу мимо. Смотрю, а там глазки. А там глазки, да? Не смотри так на меня. Ребята, я извиняюсь, что с шмыгоносом такой насморк. Я уже и сморкаюсь, и капли капы, но уже лучше, чем было. Вот. Тебе там так хорошо, да? Столько места у тебя. Чик. Эй. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Смотрите, сколько у него места. Ну и хорошо, он лежит. У него, по-моему, даже там еще около попы место есть. И по краям хорошо. Вот. Так что заценил наш котик. А, я же хотела рассказать, как мы в магазине все это дело делали. Ну, сейчас я пойду высморкаюсь и быстренько сяду, уже расскажу. Так, быстренько сейчас расскажу вам за переноску. Пришла на кухню, чтобы там ни я, ни Ярик, ни Ярику, ни Ярику не мешали друг другу. Ну, будет светло, надо сесть, да? Так, короче, рассказываю, как это дело все получилось. Пришла я в магазин, вообще, в продуктовом месте с котом. Поставила я, я пришла со своей переноской, поставила ее, короче, в тележку. И в тележке вот так вот, получается, его возила. И на обратном пути, думаю, дай зайду в зоомагазин, посмотрю, может, ему какую-то вкусняшку. Мне очень удобно. О, я поставлю сейчас на подоконник. Так, продолжаем видео. Села напротив окна, около подоконника. Мои знатные шторы, которые некоторым не нравятся. Мне нравятся. Так, и значит, зашла в зоомагазин, думала, куплю князю какую-нибудь вкусняшку. Ну, и мы там с этой девушкой, которая там продавец, консультант, разговаривались. Мы уже неоднократно с ней так периодически общаемся, когда я прихожу. Вот, ну, что-то слово за слово. Я говорю, слушайте, говорю, переноски, говорю, дорогие у вас, говорю, да? Вот, я все на Валберис смотрю, и получается, там вроде бы оно дешевле, чем в обычных магазинах. В обычных магазинах обычно цена где-то от 60, как правило, такие, ну, не совсем маленькие, до 80 рублей. На Валберис я видела где-то по 50, но там тоже маленькие размеры. Вообще, как бы не факт, что там за качество будет, потому что я до этого видела еще в светофоре, но там она совсем тонкая. И она говорит, на акции есть как раз-таки переноска, там 40 с копейками рублей. Я говорю, слушайте, покажите. Смотрю, мне показалось, она маленькая. Что мы с ней сделали? А кот в старой переноске, в тканевой был. Она сняла верхнюю вот эту вот крышу, и мы поставили вовнутрь, то есть она настолько больше, что в нее влезла та переноска, в которой сидел князь. То есть она шире, наверное, с каждой стороны от старой нашей переноски на сантиметров 5, то есть в общей сложности 10 сантиметров. Я считаю, что это, ну, достаточно. Вот. И думаю, блин, подлиннее, подлиннее вроде чуть-чуть больше. Ну, то есть тканевая переноска полностью вошла вот в эту внутрь, поставили мы. Думаю, что же, как бы, ну, делать, чтобы кота туда посадить, но чтобы он не убежал, потому что он же без шлейки, без поводка сейчас у меня. Ничего с ней придумали. Короче, на пол поставили эту переноску магазинную, пластиковую, тканевую. Открыли дверцу в пластиковой, я взяла вот эти вот подушечки лакомства кошачьи, и, получается, открыта дверька в пластиковой, я поставила напротив тканевую, вот так как бы. То есть вот пластиковая напротив поставила тканевую, тоже расстегнула немножко вот это отверстие, куда он входит, и в пластиковую положила две вот этих подушечки лакомства. Что вы думаете, вышел из тканевая через вот это вот отверстие, она не полностью расстегнула, а наполовину, и пошел в эту пластиковую, съел две подушечки и пошел внутрь. Я его немножко там за попу помогла ему зайти, все, мы закрыли дверцу, все, он там остался, и нормально сидел там, не вырывался, ничего, в закайфе ему там было. Вот таким образом мы померили, единственное, что он черный, и там как бы не особо видно было, я сомневалась, насколько ему там удобно, насколько больше места. стало. Ну взяла, взяла, и домой пришли, и что вы думаете, сидит до сих пор в ней, и нормально ему место там получается, так что нормально. Конечно, не этого, не предполагалось у меня эта трата денег, непредвиденная, вообще не запланированная. Ну что поделаешь ради любимого котика, да, ради любимых деток, ради сына, ради кота, ну вот себе где-то меньше даже потратишь. Вот так что, вот так вот мы покупали переноску, потому что я боялась, что если на Валберес придет, вообще подойдет, не подойдет. На Валбересе, как бы, кота особо туда, я думала, не засунешь, и, ну как-то не знаю. Здесь, думаю, сразу на месте, если что не так, как бы можно обратиться, вот, поэтому, короче, купила, и князь теперь счастье, ну я рада, если честно говоря. Единственное, что тяжелее стала носить, потому что сама по себе переноска не очень, как бы, удобная в плане, она большая, потому что громозд, громозд, скай, почему вы поняли, не могу выговорить за слово, и тяжелая. То есть, ну, она сама, как бы, я не скажу, что она прям тяжелая, но она тяжелее чем-то тканевая, поэтому, плюс еще кот, и поэтому, ну, реально тяжело. Вот, если так вот куда-то на прогулку, можно тканевую брать, если уже конкретно перевозить, чтобы ему было удобно, на более длительное, как бы, расстояние, то тогда вот эту вот пластиковую. Вот, все. Так, я сделала себе чай, поела этих блинчиков, пойду сейчас, наверное, буду вязать сумку, хочу сегодня закончить ее делать, если интересно, покажу. И еще начала обрабатывать фото. Так, и еще в клиентский чат мне нужно немножко информации по Фаберлик сбросить. И, наверное, все, пораньше, может, я бы спать, так как я сегодня проснулась, начало шестого утра. Но зато много дел сделала. Вот, так что, ну, посмотрим, что будет дальше. Сегодня у нас вторник, завтра еду в поликлинику, мне надо. Потом надо будет в Евроопте встретиться с одной девушкой, отдать ей краску для волос. Вот, ей понравилось, она уже спрашивала, по-моему, даже не первый раз про эту краску, потому что краска у нас от Фаберлик, этот рыжий цвет, он хорошо берется. Плюс, может быть, зайду в три цены, если папа не будет сильно меня подгонять. И нужно будет поехать еще по аптекам, посмотреть вот лекарства, которые мне выпишут, поискать, где подешевле. Потому что там разница на 5 белорусских рублей на одной планшетке. Мне нужно будет 3 планшетки. То есть, 15 рублей разница может быть в аптеках, как бы, ну, я считаю, что ради этого стоит, как бы, поехать, посмотреть. Тем более, если на машине. У меня есть приложение, называется Таблетка Бай, если кто-то не знает, в Беларуси, да, туда вбиваешь название таблеток, и оно выдает, в каких аптеках, по каким адресам, какие цены и количестве. Также телефонный аптек можно позвонить, уточнить. Вот, мне, кстати, мой врач тоже подсказал про это. Вот. Ну, так, вроде бы, все пока что на сегодня. Если что-то сегодня еще будет, то я подключусь. Так, мы уже в Европе. Я уже встретилась с Анжеликой. Еще поболтались с ней. Хожу здесь по аптекам, смотрю, что почем, но я потом гляну. Хочу посмотреть, почем переноски тут. О, вот, кстати, цены. Здравствуйте. Здравствуйте. Что почем здесь? Сейчас гляну я. Так, не видно отсюда. Вот, вот такая. 50 руб, 51 рубль, грубо говоря, 6 килограмм. Домики еще есть. 57. Так, мы все. Хочу еще в Айкики зайти. Хочу зайти в Айкики посмотреть детские джинсы почем. Мне Андрей сказал, что здесь дешевле, чем я ему купила. Как, сколько всего классно. Это что, срафаны? Какие классные. Сколько цена? 69 рублей, красивые. Футболка тоже классная. Джинсы Мон. 89. Красивые. Так, мне детское надо. Какие красивые платья. 59 рублей. Типа льняных. Что-то. Боже, какой тоже красивый. Так, надо отсюда втекать. Втекать. Так, вон там детское подростковое. О, какой тоже красивый. Сколько стоит такое? 79 рублей на скидке. Хлопковая, видимо. Тоже красивая, вязаная. Что вообще сюда пришла? О, джинсы подростковые. Не надо. Там совсем маленькие. Они сейчас... О, ну вот, наверное, что-то такого плана. Такие штаны. Тут джинсы такие или мужские, не пойму. Вот какие-то... Сейчас, секунду. 64 рубля. Типа вот таких вот. Мужские. Вот размер, как на Ярика, кстати. 28, по-моему. 56 рублей. Здесь они узкие. Так. Зауженные. Средняя посадка облегающие. Зауженные прямые. А мы купили, типа, как МОМ. У меня. С нами таких-то нету. Ну, короче, так. В принципе, можно найти дешевле. Посмотреть в зеркало. Все, иду в аптеку сейчас. В другую. Пока что по обуви. 39 рублей такие. Шлепки. Красота. Так, ладно. Все здесь очень красиво. Так что это по 12 рублей. Все, я ухожу отсюда. И, кстати, похожие я купила в Турции. Тоже вот такую короткую, только цветную. Белую в эти горошки, что ли. Не помню. Так, ладно. Иду в аптеку, потому что. Еще надо будет сладко. Вот, типа, вот такие джинсы мы купили Ярославу. Сколько же они стоят вот такие? Мужчины, я вас потревожу. Блин, все ценят. Наверное, вот такие. 79 рублей. Ну вот, пожалуйста. Мы купили за 70. Да, вот это вот такая типа модель. 79 рублей. Вот сейчас позвоню. И это он на меня, даже прям, почти не ругался. Вот. Сейчас быстро зайдем в три цены. Мне там ничего не надо, поэтому я просто посмотрю. Если вдруг что-то на глаз договориться увижу, то тогда, может, и куплю. А так, пока мне... Давай в аптеку сначала схожу, пока папа еще не позвонил. И потом в три цены, если папа еще не позвонит. Вот они. Так, сейчас сначала в аптеку. 30 рублей. 53 копейки. Одна планшетка. Я посмотрю, сына. Видишь, в прошлый раз я за 27 нашла. Так. По 6 рублей. Эти штуки, я все думаю, надо. Я же, кстати, даже не ела. По 19 рублей вот эта штука. Так, ясно. Аж в шампурах. Рубль 51. Фикс прайс. Я, по-моему, три штуки рубль 70. Какая красивая. Шесть рублей. Спыльяечки. База тоже со скидкой. Цветочки. Вот такие синие, яркие. Кушечки какие-то. Туда даже не пойду. Нет, я кое-что хотела глянуть. Я хотела глянуть, почему здесь краска для волос, если есть красного цвета. Вот что. Ой, какая хорошенькая. Нет, спасибо. Я смотрю вот так, чтобы ничего не купить. Но вечно с целым пакетом выхожу от вас. Тут же банка мне понравилась. Так. Ой, бижутерия сколько здесь. Так, это мне не надо. Не отвлекаемся. Смотрим только нужное. А, вот краски для волос. По 4 рубля и красного нет. Так, идем в отдел с канцтоварами и для котиков. О, кстати, кисточки. Я себе уже набор заказала кисточек. Ну ладно, поспешила. Хотя, может, и не поспешила. Так что здесь шнуры. О, боже, какая прелесть. Кашпо. Что это такое? О, типа тут что-то. Это в растении и, типа, наверное, это красота. Не знаю, как это называется, короче. Напишите в комментариях, кто знает. Клаксоны. О, хендмейт. Так, какой ребенок у собачки. Так, спокойно. Вот эти наборы вот я взяла в прошлый раз. Так себе. Не хочу никого бежать. Но не очень. Спиться мне не надо. Резинки тоже. Чтобы гвоздики здесь были где-нибудь. Сынной день не было. Ну, вряд ли здесь будут гвоздики. Еще какая-то пряжа. Так, лейфломастер. Вот такие кисточки. Вот такие я заказала. Может, кстати, под такой же и цене. Я потом посмотрю. Игрушки. Себя так хорошо чувствую сейчас, слава богу. До этого просто такое силовое состояние. Нет, это не надо. Когда-то мне было здесь, что такое пенал. Сейчас пойдем. Что-то сделает для животных. Так, князю я уже покупала эти подушечки вчера. Шторки. Сейчас пока буду ходить, точно папа позвонит. А, ну, в принципе, я же посмотрела, чтобы купить князя такую штуку. Пять рублей. Металлическая мисочка здесь. Маленькая совсем. Что-то такое. Может, такую штуку я могу купить, сколько она стоит. Сейчас я подумаю. Сейчас рублей. Сейчас я подумаю. Так, мы побыли в Евроопте. Закупились чем-то надо было. Приду домой, покажу. Ну, там по мелочи. Это Ярику взяла вкусняшки. Тут так. Вот. И сейчас все-таки... Может, здесь где-нибудь остановимся? Перейдем дорогу. И сейчас... Вот, здесь перейдем дорогу и прогуляемся. В ту сторону, а потом обратно. А, там нет места. Пицца итальяна. Короче, так, что я... Опять у меня 150 мыслей в голове. Нам надо в город, короче, в сторону ЦУМа. И погода прекрасная. Я папе предложила, говорю, давай немножко прогуляемся по набережной. Людей как раз не будет. Будний день. Какой сегодня день? Среда, по-моему. Вот. Вот свое место даже так есть. Говорю, давай встанем и пройдемся, посмотрим, что и как. Погуляем. Ну, такая погода хорошая. Вот. Все. И вам покажем заодно. Сделала стабилизацию, чтобы показать вам красоту. Смотрите. На балконе эти. Ветром, да, которые дуют. Как они называются? Я забыла. А вот там, смотрите, тоже как красиво украшено. Цветами все. Класс. Балкон. Сейчас так и заметила. Все. Идем гулять. Перешли дорогу. Пошли сюда, посмотрим, что тут за ларьки. Хочешь, кофе тебе угощу? Будешь кофе? Типа автобусик древний. Помнишь, вы когда в деревню ездили через этот, как его, городея, вот это вот все. Похожем, автобусики ездили. Да. Ну, это такое дерево. Я помню прям. Или лебеди есть. Тут, видать, какие-то мороженые в этих ларьках. Все такое. Попкорн. А там все равно закрыто. Нет, это не время сейчас. Машинки привезли. Ближе к вечеру. Вот лебеди, смотри. А у нас еды для них нет. Посмотрим лебедей и пойдем. Если ты не хочешь долго ходить. А здесь Гродно, да, припарковывается? Вот они, вот они. Я сплывался в холодильнике, надо делать. Хорошо. Посмотрим на лебедей и поедем дальше. Какая прелесть. Так, смотрим под ноги. Противостояние очки нельзя в солнце. Какая красота. Какие небольшие. У нас нет еды, ни капельки. Они еды смотрят, хотят. У тебя нету никакого батона. Боже, какие красивые. Ой, этот какой красивый. Папочка, ты сфотографируешь доченьку? А что у этого там торчит? Вон. Что это? Это лапка. Смотри. Он поднял. О, Маша. Так интересно. Вон уточки. Смотри, как крылья поднял. Ага. О, вон. Божики красивые. И уточки. Вон лапки у них черные прям такие. Вон, смотри, достал лапу. Ну, может, он отдыхает. Хрюкает. У нас нет никаких печеньев. Нет. Кто так хрюкает? Классно. Небольшие такие. Здракованец. Ну, вот до воды не очень-то и завтра. У нас ладно. Да, запросто. Что-то они ручные, конечно. Ну. У нас на Ковалевке этих голубей столько выходишь. Только достаешь эти, открываешь семечки. Все, прям садятся уже и на колени, и на руки. Да, в Южном парке там тоже то же самое. Все, Анечка, все. В Венеции я практически. Ну, уточка какая красивая. Все, и мы пойдем. Все, пошли мы. С утра что-то даже ничего не ела еще сегодня. Идем. Все, идем. Все, пока. Уточки. Угу. Нет, где-то здесь был. Вот, наверное. С папой решили еще немножко прогуляться. Мне захотелось в уборную. Надеюсь, что открыто. Заодно посмотрим, что там сделали. Какая там красота. А может, и правда он далеко? Слушай. Да, наверное, он где-то аж там. А, вот он. Вот, я вижу. Пошли посмотрим. Открыто там нет. Такие лебеди. Мужчина на лодке плывет. Пувшинки, да? Хоть бы не выкинуть телефон. Немножко мусора. Попробуем сейчас сходить в уборную. И посмотреть, что там. Я парадник закрыл наконец-то, нет? Не, не знаю. Да, кто там влезет. У нас не криминаль-то город. Не криминальная столица. Не столица город. Папа-шутник. Хорошо здесь в парке. Прохладно. Не зайди в парк настоящий, там. Ну, все равно хорошо. Прохладно. От воды это идет. Прохлада. Вон дракон. Не так уж, кстати, и далеко, смотри, здесь. Вон этот дракон там. Надеюсь, видно. Вон он. Прямо. Самокатный. Самокатный. Ну, здесь всегда аж ходят люди. Все должно открыто быть. Ну, сейчас уточним. Вам расскажем. Красоту навели. Стоимость туалета 80 копеек. Время работы должен быть открыт. 80 копеек. Очень все достойно. Хорошо. Там кабинки для инвалидов есть, для мужчин, для женщин. Три отдельных. Все, мои руки. Идем. Все. Мы идем уже к машине. Такой здесь прям красивый вид. Я аж прям в восторге. А вот смотри, тоже папа, какое дерево. Прямо это, крона такая. Мы с папой стояли, жаль, не засняли дерево и обнимали. Хотели вдвоем обнять. Оно большое, ну, меряли ствол. Это обнимем. Но не пойдем, потому что там какие-то мурашки были. Вот. Погода очень хорошая. Ну, парит, да, как будто бы немного? Нет, в конце нет. Нет? Дождик у вас люди. Все, вроде, точно должен быть. Вот, кстати, человек тоже онлайн. Работа, видимо, у него. В принципе, тоже так могу. Только у меня не хватит, наверное, интернета с телефона, чтобы подключить ноутбук. А так, в принципе, можно взять и тоже с ноутбуком работать. Да, да, даже и так на скамеечке в теньке. Ну, вот. Поэтому я есть хочу. Я не завтракала, только голубь интересный. Я позавтракал. Молодец. Рожек смотрел. О, тоже смотри, сколько кормушек интересных, да? Да. Кругленькие разные. А летом они бесполезные. Так они круглогодично. Найдут себе еды. Ну, вот. Все, ладно. Поедем еще в аптеку заехать. И домой поедем. Так, я уже дома. Если честно, вообще не хотелось домой идти. Хотелось гулять и гулять. И котик уже прибежал. И по лесу уже, куда ты едешь? Так, и будем покупочки сейчас смотреть. Яричек, отключи чайник. Держи, поставь. Так, значит, это тебе. Вот, это Ярику. Не знаю, схватило, что-то там было. Это тоже тебе. В школе с ребятами ты же там как-то делился. Так, это князешка тебе, мой малыш. Четыре рубля с копейками. И самое интересное. Короче, такой червяк какой-то. Надо открутить оно там этого. Вот, Ярослав. Куда ж ты зубками? Возьми этим. Так, а мне таки ничего. А нет, мне рахат лукум. Мне рахат лукум. Так, это нас родители подкармливают. Спасибо им. Ярику два банана передали. И намазку нам еще передали. Папа, вышел только с Европы. Держи, это вам. Мама, видимо, ему сказала. Так, раскрутить надо эту штуку. Короче, какая-то такая змейка. Мне так понравилось трогать ее. Сейчас я ее раскручу и дам, посмотрим, что будет. Так, короче, вот такая вот у нас игрушка какая-то. Гусеница. Что это вообще такое? Змейка какая-то. Ой, фу, так выглядит противно. Противно. На ней глаза еще есть, да? Князь вроде интересно, но он еще не понял. Так, и надо будет ошейник. Мы там с парнем, с кассиром вскрывали его, смотрели. Короче, был черный с фиолетовыми зайчиками, желтый, розовый, голубой, два красных. Еще, наверное, какой-то цвет. Короче, выбрали вот такой. Сейчас надо будет... Сначала я ела и потом настроить на князя. Я думаю, этот будет гораздо лучше. Почему? Потому что, во-первых, его одевать лучше. Здесь не через голову, как-то она шашлейка была, а получается защелка. Соответственно, можно более плотно настроить. Короче, неудобно мне одной рукой вот этими вот штуками. И он точно не вылезет. Ну, я надеюсь. Может быть, будем немножко с ним гулять. Так, значит, прицепила я на князя этот ошейник. Вот тут два пальца еще вроде как есть. Можно здесь, кстати, наверное... А может, и не надо послабее делать. Я не знаю. Но этот, по крайней мере, можно хотя бы отрегулировать ошейник. Ну, вроде как бы бегает с ним. Сейчас, секунду. Понравилась им эта игрушка. Наделал мне этот. Пока ему еще не привычно, но он играется. И вот поводок получается сюда. Так, чпок. 5,490, по-моему, цена. И где-то должен быть ценник. Как только, чтобы проверить, чтобы он не сорвался с него. Ах, где чек. Чек я выбросил уже. Да. Все, пусть немного в этом ошейнике шлейки походит. И что еще? А ну и все. Все. Кома купила. Ну, я, в принципе, все показала. Нормально, нравится ему это. Штуковина. Мне пришли уведомления, чтобы приходили мои товары на Валберрис. Поэтому я даже особо не одевалась. Я одела только велосипедки. Покупала их, кстати, в этом, как он называется, в фикс-прайсе. Вот как они выглядят. Так, пузо мою. Вот. Покупала что-то в районе 7 белорусских рублей. Как бы мне кажется, нормально. Надо было бы спортом немного для ног позаниматься. Сейчас так смотрю, облегает, что в принципе можно было. Не мешало. Вот прям так и пойду одену шлепанцы. Пойду заберу. И там пришел этот. Как мне лучше снимать? Что там пришло? Тоника. Бальзам для окрашивания волос. Красного цвета. И у нас уже появилась горячая вода. 7-22 говорили, что появится 24-го мая. Май сейчас, да, по-моему. Вот. Поэтому я думала покрашусь сегодня. Но вы знаете, после краски волосы они как-то даже не пожирнели. С учетом того, что у меня и лак был на голове. Но они довольно-таки рассыпчатые. Смотрите еще. Обычно я уже мою голову. Но после такого времени тут. Это красилась я сколько? Два дня назад. Или три. Нормально. Поэтому сегодня краситься не буду. Короче, пойду все заберу. Одна только вещь не пришла. Там для рукоделия еще поприходила. И приду уже дома покажу. Все. Сейчас прямо так быстро избегаю. Ярсав пошел в школу. Мне еще в комнате надо прибраться. Так не хочется, если честно. Я вообще легла и спала. Сегодня опять проснулась. В 5. В 5.54. Вот. Ладно. Все. Идем на Валберис. Сходим. Придем. Только что вспомнила, что сегодня среда. Должны прийти заказы. Но я что-то уже. Сколько у нас шагов? 3 890 шагов уже сегодня у меня. Но суть не в этом. Так. Взяла конфетки. Что я? Ярику дала. Суть в том, что я уже устала. Мне надо работать. Наконец-то. Начать. И я, наверное, сегодня заказы не пойду забирать. Сейчас еще раз посмотрю. Там что-то сайт пока что завис. Там, по-моему, только мне. Мое. То, что я себе заказывала. Сейчас посмотрю. Так. Давайте сейчас я вскрою. Рассмотрим, что с Валбериса пришло. Так. На заднем фоне опять дрель. Но ничего, ребята. С этим не могу поделать. Потому что делают люди ремонт уже который месяц. Поэтому терпим. Ну, не так, в принципе, сильно слышно. Значится. Тоника. Оттеночный бальзам для креативного и экстремального крашу. Мне то, что надо. Цвет немножко не... Ну, вот такой вот прям красный. Красный, яркий должен быть. Запечатан. Все. Будем пробовать, наверное, что сегодня за день. Среда. Может быть, завтра, либо в пятницу. Пока не буду еще мыть голову. Потому что волосы еще нормальны. Потом. Для рукоделия. Лак акриловый, матовый. Я им хочу покрыть ручки. Для сумки. То, что делала. И, в принципе, что я сделаю. Я еще заказала кисточки. И одна должна быть широкая. Там набор кисточек дешевых был. 4,7 рубля. Акриловых. Ой, синтетических. Но кисточки я... Ой, ручки я смогу покрыть той кисточкой, которая у меня есть. Что я красила. И мне акриловым лаком подсказали, надо покрыть еще вот эту сумку, что я вязала. Там, где я деревянные заготовки обвязывала. То есть, если вдруг дождь, чтобы все эти рисунки, которые там не потекли, тоже нужно покрыть лаком. Поэтому я заказала кисточки там, где пошире немножечко. И заказала еще прикол. Сейчас покажу. Короче, захотелось мне все-таки шкатулку. Ой, шкатулку. Что я говорю? Копилку. Ну, какую-нибудь дешевую. Нашла. За 2,70 рубля. Белорусских, напоминаю. Кто вдруг не читает описание. Сейчас покажу. И расскажу, что я с ней хочу сделать. 2 рубля, по-моему, 75 копеек. Вот такая вот копилка, на которую сумму копить. У нас с российским этим, ой, цифрами на российские деньги. Вот. И что? Что я придумала? И мало того, она 23 февраля, поэтому она такая дешевая была. А, все, 4. 4. Мы ее сложим потом. Короче, что я придумала? Она небольшая. Здесь у меня вот такой рисунок. Но я на Валбересе нашла классную наклейку. Только надо измерить размер. Сюда я наклею ту наклейку. Не буду пока говорить, какую. Вот. И здесь что я сделаю? Я возьму, прикину, какую сумму я хочу накопить. Поделю на 100, по-моему, здесь ячеек получается. И в каждой ячейке пропишу ту цифру, на которую нужно будет пополнять. И знаете, как я это сделаю? Я заклею это все пластырем. У меня есть, наверное, как раз такой тонкий по толщине. На пластыре напишу цифры. Придется заморочиться. Я пыталась найти цифры на Валберес, тоже какие-нибудь стикеры. Но там ничего подходящего нет. Поэтому, либо знаете, что можно, даже не пластырем, а есть же такие бумага с липким слоем. Поштучно, наверное, не продается. Я подумаю, у меня здесь есть магазин с констоварами. Надо будет сходить и спросить у них. Листы такие. Все, можно было бы вырезать из этой бумаги, разлинеет, в принципе, и приклеить сверху. Кстати, только что подумала. И сама пропишу те цифры, которые мне нужны, и буду класть. Вот. Вот так она собирается. Можно, в принципе, даже я прямо сейчас соберу ее. Да, и все. И я ее модернизирую под себя, изменю. Так, я поняла, что ее брак еще немного в том, что вот эти штуки не очень-то влазят. Поэтому мне тут аккуратненько приходится использовать молоток. Ну, немножко так подерлась, поддерлась, но не хватает. У меня сил. Где-то хорошо заходит, а где-то совсем туго. Поэтому... Скоро соберу. Я ее собрала. И что я подумала? Я не буду тратить деньги. Я посмотрела, почему это клеящаяся бумага. На Валберис 7 рублей 10 листов. Мне 10 не надо. В одному листу, не знаю, вряд ли продают. Поэтому, как и планировалось, я сделаю здесь, наверное, все-таки пластырем. У меня их много, этих пластырей. Ну, подумаем, может быть, еще что-то придумаю. Вот. А тут я не буду покупать никакую наклейку. Зачем? У меня же остались листы от этого. Клейкая, самоклеящаяся пленка у меня осталась. И от кухни, плюс у меня еще цветная есть, она там совсем прозрачная. Поэтому вот это я заклею пленкой. У меня есть под цвет дерева просто квадратик можно вырезать, и пофиг. Или под мрамор, да, тоже можно вырезать квадратик, и все. Только вот здесь. Вообще классно, мне нравится. Она такая приятная. В руках ее держать. Вот здесь только она будет разобраться. Может вообще просто на скотч взять, как в прошлый раз я делала. Но тогда я не смогу порисовать. Ну, зачеркнуть крайние эти. Потому что она довольно-таки скользкая здесь поверхность. Зашлифовывать можно. У меня есть наждачная бумага. Не очень крупная. Короче, как-то так. И не буду я тратить деньги на вот это вот покупание чего-то там еще дополнительного. Правда же? Мы же копим их. Так что будем копить. Надо осталось подумать только, определиться с суммой, какую мы будем копить. Вот. Единственное, что я же в основном карточкой пользуюсь. У меня наличка крайне редко в кошельке. Ну, короче, не знаю. Подумаю. Чтобы сумма... Знаете, хочется, чтобы сумма была не сильно большая. Потому что в силу того, что у меня налички в кошельке редко бывает, ее долго придется копить. Ну и хочется, чтобы какая-то хоть более-менее ощутимая. И чтобы побыстрее, знаете, накопить, и был как бы стимул еще, да, раз накопить. Скажем так. Или... Ну, я не знаю. Короче, я подумаю. Минимум, я думаю, рублей 100 белорусских опять-таки, да. Но они могут накопиться довольно-таки быстро. Вот. И ломать ее не хочется. Хотя, наверное, так просто туда-обратно выбить эти и все. Я думала, может, рублей 300. Как бы. Вот. Короче, вот так. Все. Сейчас посмотрю, включу ноутбук, посмотрю, что мы по заказам. Если заказы только мои, то пойду за ними в пятницу. Если нет, то надо будет идти сегодня. Сейчас я включу ноутбук, посмотрю, и надо начинать работать. Ну что, ребята, продолжаем наш влог. У нас наступил новый день. И у нас сегодня около школы целый день репетирует линейку. Господи боже. И песни поют. И, блин, все, ничего, но они так поют не в рифму. Мне это прям так, знаете, режет слух ухо, как говорится. Уже второй раз поют там. Ладно, пусть поют, да и все. И не знаю, что сегодня будем делать. Вроде никуда не собирались, хотя хочется пройтись, прогуляться. Хочу сейчас сделать маску себе для лица. Вот думаю, какую. Так, восстанавливающая. Три вот у меня есть. Укрепляющая. И анти... Чего? Так. Антивозрастная. О, давайте антивозрастную сейчас сделаю. Сегодня пока сейчас села работа. Я не знаю, пойдем куда, не пойдем. Вот. Ну, все, ходят, ходят там. Короче, уже как получится. Все, пойду сейчас сделаем вот эти, кстати, маски тканевые классные. Мне нравится. Кстати, напомню, что под видео есть ссылочка на бесплатное оформление дисконта самостоятельно. Также по информации по заработку с компанией Фаберлик. Если кому-то интересно, переходите. Все, пойду маску делать, там посмотрим, как день пойдет. Доделала я сумочку свою. Решила, что надо постирать. В прошлый раз у меня там ерунда, короче, получилась. Вот, опять это средство. Получилось так, что у меня машинка. Короче, я там накосячилась машинкой. Мне пришлось ее срочно отключать. И половину одежды, ну, не половину, вся одежда была не выжата, потому что я без отжима делала. Вот. Так что я второй раз кидаю вот эту вот штуку. Вот она. И посмотрим, что будет. Ну, и кондиционер все-таки решила добавить. А, и сумочку потом еще. Нет, не потом, покажу сейчас сумочку, которую связала. Я уже повесила ее в прихожей, чтобы носить. Вот так она выглядит. Сейчас я ее сниму. Вот. Вот так она выглядит. Мне очень нравится. Буду носить. Хочу еще потом связать, может быть, в каком-то черно-сером цвете, такой, да, более нейтральную, чтобы все подходило. Вот вообще классно. Вообще, думаю, может начать такие вязать и продавать. Что скажете. А, и она на кнопочке. Вот. Кнопочка. Очень вместительная получилась. Ну, вот все, что я обычно с собой ношу, все туда вошло. Я уже мерила. Так, все. Пойду сделаю стирку и хочу сегодня делать опять этих, типа, драников. Я была дома, сделала покушать. Позвонила мама, говорит, приди, я тебе там что-то дам. Вот. Говорю, нет, не пойду. Говорю, я занята, делаю кушать. Стирку постирала. Сама, думаю, сделаю им сюрприз. Вот. Вот, прихватила с собой еще этих драников. Ну, вот этих новых, которые, да, я делала. Ярику понравились. Ярослав сказал, что ел каждый день бы. А маме сказала, как делать. Она попробовала. Ты что там сидишь? Машина едет. Боже, что ж медлительный. Так. Все. Кот перешел дорогу. Я уже такая настроена, думала, хватает, если что его идти. Вот. А мама сказала, что так, ведь типа, не очень вкусно. Я говорю, ты не так, наверное, делала. Короче, я взяла два этих четыре штуки. Не будем попробовать. Привет. Продолжаем наш влог. Это не помню, какой день. Пятница. Говорю быстро, потому что хотела подснять, пока мы будем ехать. Как дома быстро строят. И уже даже покрасили. Мы, получается, едем сейчас опять в поликлинику. Мне надо по делам там. Вот. И мне кажется, что прошлый раз, когда мы ехали, он не был покрашен. То есть прошло пару дней, и его покрасили, что ли? Это вообще невероятно. Вот. Так что вот хотела показать, как удивительно. Я потом, когда буду монтировать видео, я пересмотрю. Я, по-моему, тогда тоже снимала этот момент, как мы ехали. Был он покрашен, ну, с пожарником этот дом или нет. Вот.